Привет всем, с вами Антон Степанов, и сегодня я расскажу, как выбрать правильные кеды для катания на BMX и MTB. Начнем с того, какие кеды покупать не стоит, и какие они имеют отличительные признаки. Итак, ни в коем случае не покупайте себе суперлегкие скейтерские кеды. У них мягкая подошва, они чаще всего не прошиты, имеют очень тонкие стенки и тонкие носы. У них очень больно кататься, подошва при брейке с катанием легко стирается, и любой плохой тылыб или барспинг будет сразу отражаться на ваших костяшках. Также не нужно покупать кеды, у которых есть только липучки, без шторков. Вы их нормально не затянете, и в конце концов они просто слоятся с вашими ногами. Все знают, что высокие кеды это хорошо, но не все высокие кеды это хорошо, простите за коломбу. Если это вот такой вот гибрид из множества ременей, тонких стенок и непрошитой подошвой, он вам также не подходит. Самое главное, не катайтесь в обычных спортивных кроссовках. Они фигово держатся за педали, быстро рвутся, и вы просто зря выкинете деньги. Правильные кеды должны иметь толстую и плотную подошву, прошитый носок, в меру толстый язычок, гелевую пятку и толстую боковую стенку, чтобы вы не отбивали костяшки. Идеальные кеды должны быть легкими, иметь термоформирующуюся стельку и плотскую подошву. Ребята, не переживайте, если ваши новые кеды деревянные и в них неудобно кататься. Это временное явление. Ни в коем случае не возвращайтесь к своим старым дырявым тапкам. Скоро ваши новые кеды станут удобнее. Вы можете получить 10% скидку в магазине рок-н-ролла на любые кеды, если назовете промокод из этого видео. А промокод такой – пятка. Спасибо магазину рок-н-ролла за предоставленный диван и кеды для этого обзора. Всего доброго.